Время закулисных интриг, споров о брендах и трендах осталось позади. Впереди битва за корону. В первой общеобразовательной школе выбрали самую яркую и изящную барышню. За этот титул боролись шесть представительниц прекрасного пола. Интеллектуальный марафон, конкурс красоты и дефиле в нарядах собственного дизайна. Этого дня ждали все участницы целый месяц, но повезло только одной. Кому знает Олег Хатанзейский. Это, конечно, не мисс России, даже не мисс Наринмара, но девушки здесь тоже непременно красивые. Им нет даже в 18-ти, они уже профессионально дефилируют по подиуму. Пускай только по школьному, но может быть через несколько лет кто-нибудь из них действительно станет мисс Вселенная. И правильно говорят, самые красивые девушки живут в России. Пока зрители занимают места, кстати, на всех их не хватило, многие стоят в проходах, тем временем участницы наводят красоту. У каждой свое секретное оружие, с помощью которого барышни намерены околдовать сердца жюри. Кто-то предпочитает уделить больше внимания макияжу, а кто-то прически. Есть и те, кто ставки делает на наряды. Кстати, у некоторых их стоимость достигает. Впрочем, о цене лучше промолчать, ведь красота, безусловно, требует жертв и денег. Волнение жуткое. Боюсь, вдруг у меня что-то не получится. Я волнуюсь. Но сколько готовилась к этому конкурсу? Готовилась, ну, месяц, когда довольно надо было снимать видео, но у меня талант снимала видео. Подготовить самодельное платье, походку отрепетировать. К выходу на сцену, кажется, все готово. Конкурсантки еще раз воспроизводят в голове номера, с которыми предстоит выступать. Но в первую очередь надо помнить о красивой походке. Ее совершенствовали месяц, теперь главное не запнуться и ровно держать спину. Вы все прекрасные, замечательные, талантливые девочки. Мне было очень приятно с вами работать. Ты уже прошелся с нами? Нет, я не прошелся. Я вас на путьственное направление. Ни пуха, ни пера все. Это она готовила девочек к мисс первой школы. Это она разрабатывала программу конкурса. Ирина Вокуева, хоть и не участвует в борьбе за корону, а волнуется не меньше претенденток. Волнение, конечно, есть, но паники нет пока. Надеюсь, что ее не будет. Ну, просто очень волнительно. Девочки волнуются, и их волнеет передается у меня. Если не хочешь, переживаю и хочу, чтобы все было по-вышему разряду. Несколько испытаний, чтобы подтвердить почетное звание первой красавицы школы. По мнению жюри, мисс 2014 должна, безусловно, быть хороша собой, умна, воспитана, скромна, а еще обладать незаурядными способностями в части креатива. Судить школьных красавиц трудно, девушки стараются. Берут не только красотой, своими талантами, но жюри объективно. Ведь конкурс своего рода соревнования. Победит сильнейший. Александр Сергеевич Пушкин, я вас любил. Я вас любил. Любовь, еще быть может, в душе мою гасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил. Так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый мой. Все задания исчерпаны, жюри подводит итоги. Итак, главный приз получает Анастасия Аканева. Ее голову венчает переходящая корона первой красавицы школы. Впрочем, остальные участницы без внимания жюри не остались. Каждая стала первой своей номинацией. Одной из престижных званий мисс зрительских симпатий досталась Алине Никулиной.